Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витражи о вере в красках. Если вы до сих пор не подписаны на канал, сделайте это сейчас. Сегодня поговорим о судах, как украинских, так и международных, ведь уже даже они рассматривают дела, которые относятся к Украинской Православной Церкви. Как вы знаете, немало местных советов в своих городах и поселках принимали решения, которое, по их мнению, должно привести к запрету УПЦ. Причем, как вы понимаете, законных оснований для такого запрета нет, да и просто не может быть, потому мы наблюдаем попытку продавить такие решения на разных уровнях. Кто-то пытался запретить церковь на территории своей территориальной громады, кто-то писал воззвание к депутатам Верховной Рады, суть оставалась одна. Произошло подобное в городе Киверце Луцкого района Волынской области. Там депутаты выпустили целое воззвание к священнослужителям и прихожанам Украинской Православной Церкви. И, как вы понимаете, в своих формулировках от лживых пропагандистских штампов они не отступили. Суть касалась, и вот цитата, единения с Православной Церковью Украины. Мол, или переходите, или... Так сказать, не предложение, а самое настоящее требование, причем не терпящее никаких компромиссов. Православные христиане тоже решили не терпеть такого беззаконного отношения и обратились в суд. Такое решение Горсовета, как пишет Православная жизнь, было обжаловано в Волынском окружном административном суде. Суд в удовлетворении иска отказал. В 8-м апелляционном административном суде апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, а решение Волынского окружного административного суда оставлено без изменений. Итогом стала подача жалобы в Европейский суд по правам человека, который открыл производство по делу о запрете деятельности Украинской Православной Церкви в городе Киверцы. Теперь суд рассмотрит жалобу благочинного Киверцевского округа Волынской епархии Украинской Православной Церкви протеерия Александра Кондратюка на решение горсовета города Киверцы. Это очень важная новость, когда некоторым людям очень хочется, чтобы нападки на Украинскую Православную Церковь проходили в тишине. А здесь мы видим мысль, который будет рассматривать международный судебный орган. И как вы понимаете, телефонным звонком там никого не взбудоражить и не заставить принять какое-либо иное решение. Важно, что то, что происходит в религиозной сфере Украины, все яснее видят во многих странах. Мы наблюдаем, что сейчас, даже когда ряд архиереев или священников ожидает суда или находится под домашним арестом, все громче звучат голоса поддержки и воззвания к тем, кто пытается насильно переводить религиозные общины, общины храма в другую религиозную структуру, в том числе через давление на архиереев и священников. То, что происходит сегодня с Украинской Православной Церковью, видно во всех странах мира. К примеру, архиерийский сенот РПЦЗ, заседание которого под председательством митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Николая проходило 6 сентября, призвал к сугубой молитве о гонимой Украинской Православной Церкви. А вот слова поддержки гонимым архиереям, которые прозвучали от иерусалимского патриарха Феофила III. «Продолжая возносить молитвы и моления всесильному святому Богу, мы горячо молимся перед всесвятым и живоносным гробом Господа нашего Иисуса Христа, дабы благодать Пресвятого Духа укрепила высокопреосвященного митрополита Тульчинского и Браславского Иоаннафана, и всех гонимых просветила гонителей к покаянию и прекращению всякого действия чуждого», – написал святиш. «Патриарх Коптский Таварда II также выступил против судебного преследования митрополита Иоаннафана, о чем известил дипломатическое представительство Украины в Арабской Республике Египет. «Мы направили протест посольства Украины в Каире, поскольку духовенство не должно становиться жертвами политических конфликтов», – сообщил в своем послании Коптский патриарх. «И мы прекрасно понимаем, для чего нужны все эти суды, все эти процессы, для чего архиереев отправляют под домашний арест, постоянно, без всякой на той причины, продолжая действия данной меры пресечения». «На заседании суда 6 сентября митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, «Меня заключили под домашний арест 12 апреля. Это произошло не просто так. После моего заключения активизировался рейдерский захват храмов на Черкащине. Более 10 храмов захвачены. Причем те люди, которые выступают сейчас в суде как потерпевшие, именно они участвуют, иногда возглавляя, иногда просто становясь рядом в этих незаконных захватах православных храмов». Также правящий архиерей Черкассской епархии отметил, что это заказное дело. «Ради этого меня держат под арестом эти люди, чтобы захватывать православные храмы». Более 10 храмов было захвачено с 12 апреля в последнее воскресенье в городе Шпола, собор. Срезали болгарками замки, ломами ковыряли, не допускают священника туда и прихожан. «Это реальная проблема, это практическая проблема, и я не могу поддержать публичными богослужениями, морально поддержать свою паству, потому что закрыт под домашним арестом». Безусловно, личное присутствие архиерей, его поддержка, его участие в службах и молебнах – это всегда огромное утешение и ободрение верующих. И, конечно же, не нужно думать, что весь мир не видит того, что сегодня происходит в Украине. Как нарушаются не просто законы, а даже конституционные права, духовенства и верующих в Украинской Православной Церкви. И все эти суды и судилища точно невозможно скрыть от мировой общественности. Если вы думаете, что как-то скроете суд над митрополитом, где-то в тень его заведете, этого не будет. Весь мир будет знать, не переживайте. В ЕСПЧ будем обращаться, в ООН и другие международные инстанции правозащитные. Все будут все знать, скрыть не получится. Во время того же судебного заседания сказал митрополит Феодосий, чей срок пребывания под домашним арестом был продлен. Как вы понимаете, мы рассмотрели всего несколько эпизодов того, что происходит сегодня. Того, что так хотят скрыть от мира в надежде, что никто не обратит внимания на то беззаконие, которое творится. Иначе это назвать просто нельзя. Но все это будет вынесено во свет. Не бывает, Бог поругаем. И не одолеют в Христовой Церкви врата адовы. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках.